МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главные темы дня. Жаркая ночь на Черновицкой. Огонь охватил практически всю кровлю жилого дома. Первые победы. На международных армейских играх стартовали основные конкурсы. Форум древних городов. Анонсируем масштабное международное событие. И сразу о чрезвычайном происшествии на улице Черновицкая. Там сегодня ночью загорелась кровля четырехэтажного жилого дома. На место прибыли 13 машин и 43 бойца личного состава главного управления МЧС Паризанской области. Общая площадь пожара составила 720 метров. Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 0.55. Первый пожарный расчет прибыл на место уже через 5 минут. На этих кадрах отчетливо виден масштаб. Огнем охвачена вся кровля четырехэтажки. По внешним признакам, в загорании кровли по всей площади был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. В 2.01 была локализация пожара на площади 720 метров. В 2 часа 28 минут ликвидация открытого горения. В 3 часа 13 минут полная ликвидация. Крушение пожара привлекалось 8 единиц пожарной техники, 2 автолестницы, 40 человек личного состава. Страдавших нет. Эвакуировано 81 человек. Понятно, что версии пока не выдвигаются. Экспертное заключение должны сделать специалисты. Но не кажется ли вам, что огненный след слишком уж ровный? Создается впечатление, будто бы горючая жидкость разлилась по периметру здания. Крышу дома можно разделить на две части. Менее пострадавшие от пожара и более. Вот так она выглядит сейчас. В этой части, которую не пощадил пожар, остались только обгорелые деревяшки и изогнутый металл. В час ночи у нас загорелась крыша. Нас эвакуировали. И, в общем-то, до 4 часов утра происходило тушение пожара. А вот на ваш взгляд, из-за чего могла загореться эта крыша? У меня нет версии. Я даже не буду ничего предполагать. Какие-нибудь ремонтные работы были? Ремонтные работы были 2 года назад. То есть вариантов у меня нет. Так, но вы в своей квартире на каком этаже живете? Мы живем на 4 этаже. Вы остаетесь в квартире или будете уезжать? Ну, там есть, возможно, есть уже вода. Если там будет газ, например, и свет, то, в принципе, конечно, мы будем оставаться. Сегодня весь день люди решали, где жить дальше. Кто-то уехал к родственникам или друзьям. Кто-то остался в доме и продолжает разбирать последствия пожара. А кто-то воспользовался пунктом временного размещения, расположенный во дворце молодежи. Страшно было? Ну, страшно. Да как-то не страшно. Потому что народу много. А вы на каком этаже живете? Я на первом. А, да. Ну, до вас последствия пожара? Да, последствия дошел пожар, но долило. Квартира, конечно, много все залило. У кого потолок, отлетит, у кого чего не знаю. А дальнейшие теперь какие у вас действия? Что будет? Ну, какие будут? Будут ремонт делать. Обращаться куда-нибудь? Нет, комиссия приходила вчера. Проверили все, у кого, насколько, в общем, испорчено. Так что будут делать. Несколько лет назад провели капитальный ремонт дома. Отремонтировали и крышу, от которой сейчас не осталось фактически ничего. Возможно, в планах на капремонт городских зданий в этом году придется вносить коррективы. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани началась конкурсная программа армейских международных игр. И после первого летного дня «Авиадарца» лидерство захватила российская команда. По итогам двух испытаний «Воздушная навигация» и «Техника пилотирования» российские летчики завоевали первые и вторые места, возглавив общекомандный зачет. Наверняка те, кто следит за выступлениями российских пилотов на «Авиадарце», знают, что наши парни сегодня образец для подражания летчикам всего мира. Поэтому победа в конкурсах «Воздушная навигация» и «Техника пилотирования» кажется, выглядела вполне ожидаемо. Но на этот раз «Ставропольчанин» вертолетчик Анатолий Трофимов на «Ми-8» как раз в дисциплине «Техника пилотирования» установил абсолютный рекорд за всю историю игр – 184 балла. В технических тонкостях задания может разобраться, наверное, только специалист, но посмотрите, как серьезен российский пилот, как будто он все еще на задании. На крайней точке выполняли пилотаж парой. В пилотаж входил горизонтальный полет парой в левом пилинге, далее левая восходящая спираль, левый пилинг, правая нисходящая спираль. После чего перестроение в правый пилинг, выполнение виража и далее выход из зоны. Все это выполнялось на время. После трех летных испытаний российская команда укрепила лидерство, выиграв этап «Воздушная разведка» во всех номинациях. За 12 минут летчикам предстояло в районе площади 50 квадратных километров без использования тех средств обнаружить пять целей-мишеней различной формы, размера и цвета. Наши обнаружили за меньшее время наибольшее количество целей. Экипажи из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в своих номинациях занимают промежуточные вторые и третьи места. Возможно, нашим восточным партнерам пока не хватает навыков управления новейшими моделями самолетов. Помните «Дзянь», «Юнь» и «Хун»? На открытии авиадарца именно о них говорил главный судья соревнований. Китайские летчики будут выступать впервые на самолетах «Дзянь-16Б». Самолет представляет собой, скорее всего, глубоко модернизированный самолет СУ-30МКК. Но двигатели свои, боеприпасы свои. Причем боеприпасы мы такие у них видим впервые. Мы не можем судить пока по персосным характеристикам. Кстати, судейство здесь довольно строгое. Во время полетного задания вертолетов арбитры оценивали не только навыки выполнения летчиками фигур пилотажа парой, но и точность выполнения каждой из фигур, выдерживание параметров строя, установленных интервалов и дистанций между вертолетами. Так что мастерство здесь – главный залог успеха. Максим Васильев, телекомпания «Город» при содействии Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Тем временем там же, в Дубровичах, проходит конкурс десантный взвод, а в Сельцех свои умения демонстрируют тактические стрелки. В составе своих национальных армейских сборных соревнуются более 450 военнослужащих из 18 стран. Эти гонки на боевых машинах десанта чем-то напоминают танковый биатлон. Скорости, правда, повыше, а вот задачи вполне схожие. Протяженность трассы – 3,2 км. С сюрпризами. Здесь есть и косогоры, и трамплин, и брод. На огневом рубеже из пулемета ПКТ калибром 7,62 мм экипажам предстояло за 18 патронов поразить появляющиеся мишени на расстоянии 600, 700 и 800 метров. Вот из 30-мм автоматической пушки уничтожат цель, имитирующую бронетехнику противника, за 12 снарядов на дальности до 1,5 км. Первыми на старт вышли десантники из Казахстана, Беларуси и Республики Союз и Ямма. Он сказал, что он приехал сюда для его первый раз, и он очень рад, и он будет получать. Впрочем, лучшее время в упражнении и меткую стрельбу по мишеням показали экипажи боевых машин из России, Беларуси, Китая и Узбекистана. Мы готовы нормальных сетей, чтобы победить, чтобы победить. Международное соревнование – это олимпиады, бояльные олимпиады. Это больше, что между странами. Тем временем на полигоне Сельца соревнуются боевые стрелки, выполняют три упражнения, имитирующие различные виды боя. Например, в бою на болоте на качающейся платформе необходимо из автомата поразить мишени по мере их появления, дальше переместиться вправо или влево по коридору, ближние группы мишеней поразить из пистолета, на одной из позиций провести бросок гранаты. Главные нормативы – точность, безопасность, время. Самые важные составляющие в реальных боевых условиях. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами задержали сбытчиков фальшивых банкнот. Еще с конца июля в полицию стали поступать сообщения об обнаружении поддельных пятитысячных купюр. Их находили в выручке супермаркетов, расположенных в городе Рязани и Рязанском районе. Оперативники вышли на след после просмотра камер наблюдения. На ваших экранах типичная техника обмана в магазинах. Человек в черной куртке и джинсах демонстративно размахивает пакетом и пытается всячески отвлечь кассира от главного, чтобы тот не стал пристально вглядываться в купюры. Но продавец здесь попался опытный. Сомнения в оригинальности купюры появились. Полицейские установили личности злоумышленников, которыми оказались жители Рязанского района. 24-летний, ранее судимый за кражу мужчина, и его 25-летний приятель, судимый за кражу, разбойное нападение и незаконный оборот наркотиков. Сообщников задержали недалеко от места проживания. Две иконные лавки, цветочный магазин и супермаркеты. Вот неполный список торговых сетей, через которые путешествовали фальшивые купюры. Вот здесь, например, кассир просто сверился со списком фальшивых серий, а затем отсчитал сдачу. Двое парней выглядят весьма довольными. По версии следствия, часть фальшивых купюр они сбывали вместе, а часть по одиночке. Вырученные деньги тратились на синтетические наркотики, к употреблению которых в последнее время пристрастились фигуранты. Проводится расследование. Оперативники УЭП и ПК выясняют происхождение поддельных банкнот и все звенья цепи реализации поддельных денег. За несколько дней из торговой сети Рязани и Рязанского района было изъято 10 поддельных банкнот. Сбытчиков полицейские задержали недалеко от места их проживания. Теперь за жажду легкой наживы им грозит немалый срок. До восьми лет лишения свободы. Ангелина Никитина, телекомпания «Город». С 22 по 26 сентября пройдет четвертый международный форум «Код древнего города». На нем выступят инструментальные ансамбли, будут представлены образцы фотоискусства в сфере жанровых фото и многое другое. Пока организаторы публикуют лауреатов предыдущих этапов форума, завершающая часть которого состоится именно в Рязани. Фотофестиваль древних городов в поисках культурного кода проходит во второй раз. Одна из номинаций «Народные традиции и ремеслы жителей древних городов» включила в себя более 200 фотографий. Пока экспертная комиссия выбирает лучшие фотоработы для итоговой фотовыставки, которая пройдет в Рязани на Лыбинском бульваре, мы представляем вашему вниманию лишь некоторые работы. Свой голос за понравившееся фото на официальном сайте фотофестиваля может оставить любой желающий. Кроме того, идет отбор лучших исполнителей в рамках форума «Голоса древних городов». Прослушивание проходит в дистанционной форме по видеозаписям в двух возрастных номинациях – молодежной от 18 до 30 лет и взрослой от 31 года и старше. Лауреатов также услышит Рязань на форуме древних городов. Песня «Голоса древних городов» Оно известна В рамках форума в Рязани выступят народные ансамбли из Кореи и Карелии, а также культурную программу – шестого международного форума древних городов. У Краси традиционный для Рязани праздник «Многоликая Россия» с участием национальных, любительских, творческих коллективов, солистов, мастеров-кулинаров, мастеров декоративно-прикладного творчества. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин